Привет! Как неспокойно жить в этом мире? Смотрите, ну что происходит на бездуховном Западе? Вчера утром казалось, что Трамп наш. Сегодня же утром уже другой калинкор. Кажется, что Байден наш. Ну, будем надеяться, что американцы как-то свои проблемы разрулят и вбрут себе президента. А мы, естественно, будем жить при президенте Зеленском Владимире Александровиче. Ну, по крайней мере, еще некоторое время. Так вот, пока все мы ввлечены над этими скандалами с Конституционным судом Украины и, естественно, выборами США, Украинская империя во главе с нашим Гетьманом наносит ответный удар. Дело в том, что Кравчук предложил мирный план по Донбассу. Это наш жесткий ответ на предложения россиян. Я по этому поводу делал отдельное видео. Как вы помните, когда наши товарищи из Запореврика предложили даже такую опцию, что они откажутся от словосочетания республики. И теперь российские оккупанты будут по-другому называться. И, по сути, они попросились обратно домой в Украину. Ну, как обычно на особых условиях. Ну, референдум там будет в 2045 или в 2050 году. Но главные их тезисы, они неизменны. Контроль за границей со стороны России. Ну и выборы. Выборы под кураторством непосредственно россиян. Так вот, сейчас мы видим, как на эти инициативы отреагировала Украина. Все озвучивает Леонид Макарович Кравчук. Кстати, вы не знаете, а куда день дипломатии верна ведется? Так он раньше много об этом говорил, а теперь молчит. Как только запахло порохом и жареным возле Конституционного суда Украины, все эти критические заявления звучат в адрес непосредственно президента. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Жором Анцимбалюк. Я корреспондент у меня в Москве. Называем здесь вещи своими именами. И, как мне кажется, это прекрасный повод подписаться на мой канал. Скажу вам, что в конце я вам покажу самые классные комментарии, которые вы оставляете, потому что они прекрасны. Вот Леонид Макарович Кравчук. Вот его план. Он предложил провести демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской области, передать Украине границу и 31 марта 2021 года провести выборы. Многие уже предложили, что зеленую команду нужно развесить на столбах или на березах, где-то в районе Хрещатика, потому что это зарада. Я хочу всех успокоить. Если и придется использовать этот радикальный способ решения проблем, то не по этому поводу. Потому что это предложение Украины не что иное, как по сути такой информационный шум. Потому что россияне никогда на это не согласятся. Ведь тот, кто критикует Кравчука, они уцепились за вот эту вот дату, 31 марта 2021 года, что мол, давайте проводим выборы. Можно, конечно, крышить хлебобулочные изделия на первого главу украинского государства. Но надо же полностью считать. Он же тут что пишет? Нужно прекратить вооруженный конфликт и провести полную демилитаризацию ОРДО. То есть вывести российскую военную технику. В общем, много чего нужно вывести. По словам Кравчука, все вооруженные формирования, наемники, вооружения, все должно быть выведено с этой территории. Ну, куда? Или в космос, или в Россию. Но, скорее всего, только в РФ. Незаконные вооруженные формирования должны быть распущены в начале 2021 года. В принципе, дальше можно и не читать. Потому что это уже утопия. Ведь россияне, положив так много людей, готовы отказаться от того, чтобы эта территория называлась народными республиками. На самом-то деле, вы их можете бандерлогами называть, и русские на это согласятся. Кстати, по-моему, название неплохое. Главное, чтобы они продолжали нести российские интересы внутри Украины. И вот это главный камень преткновения. Вот эта медведчуковская свора очень обиделась на нашего лица-премьера Резникова, который назвал Донбасс раковой опухолью. И предложил ее вылечить, как настоящий врач. И я его поддерживаю. Беда в том, что то, что называется незаконное вооруженное формирование, то есть российское военное присутствие на востоке Украины, оно не допускает туда врачей. Ну, из того, что важно отметить в предложениях Леонида Макаровича. После этого Украина должна взять под контроль границу, ну, после распуска незаконных вооруженных формирований, и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. Вопросы на амнистии, и так далее, и так далее. Все это как бы важно в теории. Потом это все обсуждается в трехсторонней контактной группе с российскими товарищами. И вот украинская сторона будет настаивать, чтобы до середины ноября 2020 года был обеспечен доступ к международным организациям, включая Красный Крест, ко всем удерживаемым лицам, чтобы состоялся обмен не позднее 15 декабря 2020 года. Знаете, до декабря тут осталось совсем ничего, но то, что предлагает Кравчук, оно, естественно, звучит прекрасно, но оно предусматривает уход России из оккупированных частей Донбасса. А кто сказал, что Россия собралась оттуда уходить? Я, между прочим, получил оперативный комментарий в Кремле по этому поводу. Сейчас вы его послушаете. Но, знаете, на самом-то деле ответ со стороны России, ну, он же очевиден, и он звучит нет. Цимболик Романа, агентство УНИАН. Дмитрий Сергеевич, Украина подготовила план совместных шагов по Донбассу и предлагает провести встречу на уровне глав нормандского формата до конца года. Вот вопрос первый. Согласна ли Россия и Владимир Путин на такие предложения? И там, среди прочего, в этом плане сказано, что Украина готова на выборы 31 марта 2021 года, но до этого должна быть проведена демилитаризация региона и передана граница. Вот Россия готова на эту демилитаризацию, на передачу границы? Как я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю. Но то, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер. Значит ли это что... Значит ли это нет со стороны российской... Я не знаю, был ли этот план уже передан, получен российской стороной, был ли он уже изучен. Что, безусловно, необходимо для того, чтобы сформулировать позицию. Но первая реакция, которую я вам озвучил, она прямо сама, что называется, напрашивается. — А что касается встречи глав государств? — Ну, тут нового ничего не скажешь. Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата. Результат, результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государства и правительства. К ранее достигнутым договоренностям можно отнести те договоренности, которые были достигнуты, сколько уже, два года тому назад в Париже. Если бегло ознакомиться с доступным для публики текстом документа, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня. — Спасибо. — Что касается встречи в нормандском формате на уровне глав государства до конца этого года. Вы знаете, что я могу вам по этому поводу сказать? Естественно, никакой встречи не будет. Почему? Ну, потому что наш зеленый Акела, Владимир Александрович Зеленский, он промахнулся. Он не может провести уже никакие решения и не может диктовать свою политическую волю. Резис с Конституционным судом это все и всем показал. И, между прочим, может быть, это наше главное секретное оружие, что сколько бы именно русские на нас ни давили, требовали от нас политических уступок, их просто невозможно провести через Верховную Раду. Невозможно. Во-первых, слуги, ну нет, не все, конечно. Часть слуг восстанет. Все проевропейские партии. И, ну, кто готов лечь под Москву, почему готов, уже лег. Это ОПЗЖ и некоторые особо одаренные зеленые депутаты. Но большинства нет и не будет. А если по каким-то причинам что-то произойдет, всем разбудут денег или еще каким-то образом будут воздействовать на украинских избранников, тогда, конечно, включится улица, ну и опять столбы или березы. Кстати, пишите в комментариях вам, какой вариант ближе. Я, конечно, за судебную систему, чтобы все было по закону. Но, как вы понимаете, когда коррупционность Украины в отношении себя принимает незаконные решения, то вряд ли что-то из этого получится. Что из этого интересно? Тут еще про формулу Штанмайера говорят. Ну, знаете, она, если предусматривают выход России из Донбасса, ничего страшного в этом нет. Но вот что меня тут особо позабавило. Это создание свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в Ордло. Это предлагает Леонид Макарович. Вот, по словам Кравчука, свободная экономическая зона должна действовать там ориентировочно до 2050 года. Это время позволит провести Донбасс в нормальное состояние. Где этот 50-й год? Так, сейчас у нас какой? 20-й, 50-й это через 30 лет. Ого-го-го, сейчас мне 40, а тогда мне будет 70. Может, даже седые волосы появятся на бороде. Ну, то есть, это все утопия. Но вот эта вот фраза, 2050-й год, точнее, вот эта вот цифра 2050, она, наверное, единственная, где нашлись какие-то точки соприкосновения с тем, что предложили россияне. Они хотят, чтобы на референдум проводили там где-то в 2045-м, в 2050-м. Но, о чем говорит Кравчук? Свободная экономическая зона на территории, которая сейчас моделируется россиянами? А мы-то помним опрос Владимира Зеленского, который он предложил во время местных выборов. Я вам-то договорил, что эти товарищи вот этот пункт могут трактовать как угодно. Да, украинцы сказали нет. Никакой свободной экономической зоны на Донбассе быть не может, потому что а сделайте свободную Украину экономическую зону на всей стране, чтобы туда пошли инвестиции, сделайте нормальные правила для бизнеса и все будет хорошо. А вот эти вот манипуляции типа Донбассу, какие-то там особые условия, с какого? На основании чего они это заслужили? Или кто-то другой? Ну, мы все одинаковые. Донецк, Львов, Чернигов, Севастополь. Разница только в том, что некоторые территории сейчас оккупированы, но, как покажут, будем исходить с того, что это временно и поживем, увидим. Но, видите, тогда в опросе Зеленского они размышляли о свободной части Донбасса, а здесь уже свободная экономическая зона как-то прилаживается к оккупированным частям. Внимание! Кто страндил? Что тут говорит Леонид Макарович? Этот документ отвечает реалиям и тому, что сделано. И с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах. Это должен быть документ, который учтет то, что сделано и что мы видим на завтрашний день. В общем, много слов по поводу интересов людей, интересов жителей Донбасса. И почти мы должны этот Донбасс напомним услышать. Но предложение хорошее. Леонид Макарович молодец. Он втягивается в эти вязки на переговоры, которые как раз и будут вестись до 2050 года, пока или на Росе не развалится, или они нас не завоюют. Естественно, мы будем исходить из варианта номера дня, потому что там в Украина была и Буде. Сохраняйте оптимизм, носите маски, мойте руки. Ну и, естественно, очень сильно повышает иммунитет и психологическое здоровье просмотр моего YouTube-канала. Ваши комментарии, которые вы сейчас видите, это подтверждают. С вас подписка, лайк, репост и комментарий. Для истинных фанатов, естественно, есть патреон. В любом случае, мы будем продолжать называть вещи своими именами. Пока.